Я покажу, насколько просто собрать солнечную электростанцию своими руками. При этом обойдётся она гораздо дешевле заводской. В этом ролике речь пойдёт о мини-электростанции на 220 вольт для питания большинства электроприборов. Первое, что нам потребуется, это солнечные элементы. Или как их ещё называют, ячейки. Я рекомендую использовать 4-х или 2-х амперные, а также можно и другие. Второе, что нам потребуется, это корпус. Его можно изготовить из стекла, а рамку для него сделать из алюминиевых профилей, которые я купил в строительном магазине. Стекло потребуется таких размеров, чтобы на него поместились все наши элементы. В моей схеме их будет использовано 60 штук. То есть 6 в одной плоскости и 10 в другой. Можно замерить размер каждого элемента и посчитать таким образом размер стекла. Алюминиевые уголки мы разрезаем на куски подходящей длины, чтобы сделать из них рамку для стекла. Режем под углом 90 градусов и приклеиваем к стеклу с помощью силикона. Вырезаем кусочки, чтобы потом всю эту рамку соединить шурупами. Теперь можно приступать к пайке элементов. Для этой цели хорошо подходит медный интернет-провод витая пара. Паять лучше массивным 40-ваттным паяльником, так как менее мощный недостаточно прогревает пластину кремния. Предварительно место пайки я покрываю спиртовым раствором канифоли и залуживаю. Провод зачищаю от изоляции и тоже залуживаю. Слегка припаиваю в нескольких точках, а потом уже основательно пропаиваю, чтобы он ровно попал на дорожку. Здесь требуется аккуратность и осторожность. Не забываем, что крем не очень хрупкий. Если ты не уверен в мастерстве пайки, то лучше купи уже подпаянные. Попроси продавца хорошо их запаковать, чтобы не получилось как у нас. 500 элементов разбили на почте. После того, как провода припаяны с верхней стороны, можно клеить элементы на стекло, аккуратно выкладывая их, чтобы один другого не касались, и приклеивая строительным силиконом. Вау! Теперь можно подпаять элементы с обратной стороны. Да, да, да. Закрепить и вывести провода плюс и минус. Я использую комбинацию последовательного и параллельного соединения элементов, чтобы добиться нужного напряжения и тока. Каждый элемент выдаёт пол вольта 4 ампера. Я соединяю последовательно 30 элементов и получаю 15 вольт. Остальные 30 элементов у меня тоже соединены последовательно. Эти две группы элементов я включаю параллельно, чтобы увеличить ток в 2 раза. Благодаря такому соединению, вся панель у меня выдает 15 вольт 8 ампер. Такой ток и напряжение идеально подходят для зарядки автомобильного аккумулятора и питания инвертора. Ну что же, настало время проверить, что получилось. Напряжение холостого хода 18,9. Подключаю нагрузку. Сейчас 14 вольт они выдают. Ток, как мы видим, 6 ампер. Очень неплохой показатель, как для зимнего солнца. Мощность на резисторе выделяется просто сумасшедшая. И вы можете видеть, как он начинает дымиться от перегрева просто. Если хотя бы один элемент будет дефективным, например, с микротрещиной, тогда значительно упадет мощность всей батареи. Чтобы этого не допустить, нужно промерить поднагрузку напряжения на каждом элементе. Если значительных отклонений нет, значит всё в порядке. Остаётся защитить плёнкой элементы от влаги и пыли. И солнечная батарея готова. От неё можно запитать ноутбук и 12-ти вольтовые устройства. Но её недостаточно для полноценной солнечной электростанции. Нужен ещё накопитель энергии, чтобы мы могли пользоваться электричеством ночью, когда солнце не светит. И инвертор для преобразования 12-ти в привычный для нас 220 вольт. В роли накопителя отлично подходит обычный автомобильный аккумулятор. Запасов его энергии вполне хватает на тёмное время суток. Но при желании можно подключить два аккумулятора параллельно, чтобы подстраховаться на случай пасмурных дней. Солнечную батарею я подключил через диод, чтобы ночью энергия из аккумулятора не уходила обратно в элементы. Важно не допускать перезаряда аккумулятора, иначе в нём выкипит электролит. Чтобы этого избежать, я собрал ограничитель напряжения на транзисторе и стабилитроне. Когда аккумулятор полностью заряжается, излишки напряжения от солнечной панели сбрасываются через транзистор в любой дополнительный потребитель, в роли которого я подключил лампочку от автомобиля. Но можно купить и готовый регулятор заряда. Стоит он всего 100 рублей. Ссылку на него я оставлю в описании. В роли инвертора я использую старый бесперебойник от компьютера. Он выдаёт 220 вольт и до 500 ватт мощности. Саму панель лучше расположить на крыше или другом освещенном солнцем месте. Направить её на юг и наклонить примерно на 45 градусов. Зависит от широты, в которой ты живёшь. Притом зимой угол лучше увеличивать, так как солнце низко над горизонтом. И заодно снег не будет скапливаться на ней. Тень, которая падает на один из элементов, более чем в два раза уменьшает ток всей батареи. Как показывает этот тест, при угле отклонения солнечного луча до 45 градусов, мощность поликристаллических элементов почти не меняется. А это значит, что 6 часов в сутки батарея будет работать на полную мощность. В пасмурную погоду она тоже будет работать. Питать потребителя, заряжать аккумулятор, но не так сильно. Плотную облачность, мощность может упасть в 10 раз. По возможности провод, которым панель соединяется с аккумулятором, должен быть не больше 3 метров. И сечением не меньше квадрата, а лучше больше. Провод между инвертором и аккумулятором должен быть очень коротким. И очень толстым. Как на автомобильном стартере. А соединения надёжными. А вот провод на 220 вольт может быть любой удобной длины. Вот в принципе и всё. Теперь я хочу поделиться опытом эксплуатации этой мини-электростанции. Несмотря на то, что мощность у неё небольшая, её хватает для питания большинства электроприборов. Можно пользоваться телевизором, ноутбуком, заряжать любые мобильные устройства, светом пользоваться сколько угодно. Да по сути использовать любые электроприборы с потреблением до 500 ватт. Не будут работать только мощные нагревательные приборы и большие холодильники. Такая электростанция идеально подойдёт для дачи, дома на колёсах, пасеки или фермы. Её можно использовать и дома для экономии энергии. И в чрезвычайных ситуациях. Главное её преимущество – это недорогая цена. Мне она обошлась вообще почти бесплатно. Так как собирал я её из всякого старого хлама. Только лишь элементы мне подарил один зритель. Но даже если все компоненты для неё покупать, она обойдётся недорого. Но я на этом не останавливаюсь. Теперь я собираю полноценную солнечную электростанцию по новой технологии, способную запитать один и даже несколько домов. Покупая компоненты, друзья порекомендовали воспользоваться хэшбэком SmartSale. Это позволит вернуть часть денег, затраченных на покупку. О, здесь высокие ставки на возврат. Мгновенные выплаты удобным мне способом. Жаль, что мне раньше не порекомендовали. А то сколько бы денег сэкономил.